заехал в такой тупик думал здесь дорога туда дальше ближе к реке я на берегу реки кума ставропольском крае тут видимо экскаватор вперед пгс грунт грузит вывозят а я думал что тут дорога прям туда есть дальше далеки решил съездить на разведку посмотреть что тут может быть порыбачить но раз нет так нет буду сейчас разворачиваться здесь вот такая вот площадка сюда сдам назад и вот по такой вот хреновастенькой раскопанной дороге сейчас выйду машина у меня него шевроле него десятого года машине конечно у меня пыльно немножко даже грязно потому что на рыбалку ездили я еще машину ему после этого ездили в калмыкию за 200 километров вот малек еще немножко можно на пониженной передачи вперед так сейчас выдвинемся потихоньку потихоньку такие вот зелень а куда я забрался без особого фанатизма потому что я ехал смотрел что чтоб можно было выехать на всякий случай ну вот и выехал ключи брякают а панель на пониженной передача на 2 3 четвертая пониженная ну тут так более-менее ничего вот видно нашу такая ровненькая дорога ну ровненькая для него для внедорожника а там не нужно будет еще выезжать на крутой подъем в деревню за еду там может еще километра два проехать надо здесь сейчас встретил дикого кота белого вот на этом месте сидит что-то там дожидается чего-то вот выехал на просторы впереди виднеется холмы это тоже холм сейчас наверх буду заезжать вот так на пониженном ряде и еду четвертая передача нормально скорость 40 включим третью и вперед вот он пологий подъем начинается дальше покруче будет я тут на 99 когда-то года 4 назад спустился вниз поднимался обратно уже был дождь ну как-то с разгона нормально в общем так что на небе спокойно вообще без всяких проблем третье пониженная скорость 25 показывает спидометр поворачиваем направо и обратно в деревню еду сегодня 9 сентября 2002 год у нас 22 у нас на урале сегодня было плюс 11 днем занят так то сейчас можно уже пониженный ряд выключать данный свет выключаем так вот у меня такая грязь тут салоне еще не мыл не прибирался ничего свет выключаем и вперед пыль вперед машина вышла на тут есть такая особенность такие дороги они очень пыльные трава выгоревшие на солнце а так вот насчет погоды в перми было 11 градусов здесь было 27 днем такая разница в погоде в температуре напомню я в ставропольском крае это получается от перми две с половиной тысячи пакет километров по спидометру по прямой топли меньше конечно ближе на днях мы собираемся ехать домой немножко буду снимать дорогу как еду все там что будет интересно и все славу вам может быть и неинтересно и 8 все что попадет в кадр то и выложу машина я доволен нормальная такая него него не васик мне вообще нравится ну а почему выбрал chevrolet nivu был выбор либо брать трехдверную либо длинного крокодила пятидверного либо chevrolet nivu брал ее год назад получается сейчас август я и в мае купил значит у меня мысли муки выбора были короткую вроде нормально длинную еще лучше места много но я вот езжу на дальники ну как на дальники на море вот каждый год езжу получается в круг наматываю 6-7 тысяч километров это вроде бы chevrolet nivu как оптимальный такой вариант компромиссный так сказать компромисс багажник маловато конечно да еще поставил газовый баллон газовое оборудование газом доволен расход газа по трассе летом 11 литров расход бензина летом по трассе 8,5 литров такая же машина у моего батя раньше у него был крокодил пятидверная длинная niva потом он купил такую же chevrolet niva поездил поездил на той и на той ну она мне как бы раньше нравилась мило chevrolet поездил на батиной понял что вот надо покупать такую машину подвернулся случай я ее взял машина 10-го года один хозяин был у нее пробег был 73 тысячи километров сейчас уже у меня сейчас посмотрю встречные пройдет сагат я наездил 113 тысячи вот 40 тысяч она ездила на ней ну два раза вот ездил на Кавказ сюда на море так что в Москву ездил туда-обратно у меня там четыре с половиной тысячи вышло ну там еще поездил блин поворот промахнул который на одну пройдем дальше ну вот машиной доволен по трассе довольно так сносно ну она не гоночная машина это понимает а то что то что мне от нее нужно она мне дает это вот езда по бездорожью по зеленям как вот я так ласково называем под камеру без камер это конечно открытым текстом все бы сказал какие были ремонты там на канале у меня есть в общем-то автомобиль так технически исправен все нормально все в порядке вот единственное чек-чек горит у меня надо на диагностику съездить что там ну вот я уже подъезжаю до дома ну вот на этом я свое видео заканчиваю так что ребята подписывайтесь на канал всем удачи удачи